Воздушная гимнастика Гимнастика – это особый вид цирковой акробатики, воплощение легкости, силы и пластичности. Именно об этом мы и расскажем. Воздушный эквилибр – это очень сложный и красивый вид спорта. В Владикавказе он появился впервые и покатыватель начинает развиваться. Как давно вы занимаетесь гимнастикой и как вы стали воздушной гимнасткой? Воздушной эквилибристикой я занимаюсь около 4-х примерно лет, но гимнастика у меня в крови, потому что у меня мама мастер спорта. И, конечно же, я с этим родилась. И родилась уже в спорте изначально была. И поэтому можно сказать, что это моя стихия. Анастасия Плукчи – тренер Федерации спорта. Не побоялась открыть школу воздушной гимнастики и собрать ребят, у которых есть мечта стать акробатами. Я вообще сама из города Красноярск. И у нас там это очень сильно развито. То есть там воздушная эквилибристика, она на таком, можно сказать, высоком уровне находится. И почти можно сказать, почти каждый, вот как у нас здесь спортом занимаются, да, там занимаются девушки, девочки маленькие, женщины. Занимаются именно полотнами. Это очень красиво. В первую очередь это как-то эстетично. Да, если мы говорим о других воздушных направлениях, они немножко жесткие, да, то полотно, оно такое красивое, да. И, конечно же, на соревнованиях это выглядит невероятно классно. Она хочет вдохнуть в них частичку себя, научить их тому, чему сама уже выучилась. Дети не боятся ничего и стараются выполнять эти трюки аккуратно. Пока они еще маленькие, но скоро они покажут себя на большой сцене. Вот когда ты побываешь в воздухе, какие у тебя бывают мысли в голове? Только о гимнастике. Я занимаюсь чуть-чуть, а выдела я гимнастику в Ютубе. Ты научилась делать? Я училась делать, крутить шпагаты, лоськи. Смотря на своего наставника, дети вдохновляются, потому что когда-то и Анастасия была маленькая, но упорным трудом и занятиями спорта она смогла стать тренером Федерации России. Ну, в первую очередь, если это ребенок, который уже подготовленный, да, как гимнаст, у него развивается дополнительная гибкость, ловкость, устойчивость. Очень хорошо, если ребенок начинает ориентироваться в пространстве, он перестает бояться высоты. Но самое главное, что очень хорошо развивается с уставами. Воздушные полотна, кольца, спортсмены. Эта сказочная атмосфера напоминает цирковую арену, где прекрасные акробаты выполняют трюки разных сложностей. О таком прекрасном и красивом виде спорта рассказывала Света, корреспондент Эрасика. Здорово, красиво! Прямо как в стихах о птицах. В них и полет, рифмы, и мечты выбраться на свободу и летать. Ты говоришь о стихах поэта Серебряного века Саши Черного? Тогда послушаем. В воде декламирует жаба, спят груши вдоль льона труда. Под шапкой зеленого граба топорщится тучек езда. Там айсы, милые птицы, семейство селеных жильцов. Торчат материнские спицы и хохлятся шинки птенцов. В клеточке деревенского дома смотрю и как сон на меня. И грох от далекого грома, и перьев пушистых возня. И вот, от лугов у дороги, на фоне грозы, как гонец, летит, распластав свои ноги, с лягушкой в клюве, отец. Дождь схвынул, замолкли перуны, на листьях расправленный блеск. Сумейство, настроившись струны, заводит несвыханный треск. Клещат про лягушек, про солнце, про листья и сиренький мох. Как будто ведерные донца бросают струей у гороха. В тумане дороги и цели, жестокие черные дни. Хотя бы, хотя бы неделю пожить бы вот так, как они. Я машины не люблю, понимаешь, мне неинтересно. Лучше бы я себе лошадь завел, черт побери. С лошадями хоть поговорить можно, и в них есть что-то человеческое. Какие-то странные ты слова говоришь. Это не мои слова, это слова Селенджера, которые он написал в своей книге «Над пропастью воржи». Какие правильные слова, и как раз по теме. Кто сказал, что только собака лучше друг человека? Это неправда. Есть в нашем мире еще такие же прекрасные животные, которые после приручения человека стали лучшим другом и помощником. Многие люди любят и ухаживают за этими животными. Но герои сегодняшнего репортажа не просто любят и ухаживают за ними, но и участвуют в конно-спортивных соревнованиях. Конная школа в поселке Заводской открылась целых 50 лет назад. За это время в школе было подготовлено более 60 мастеров спорта, среди которых чемпионы нашей страны, участники Олимпийских игр. И сейчас в школе обучаются езде на лошадях будущие чемпионы. Вот по тренировке нашей, да, вот у нас в основном девочки занимаются. Было время, когда пальчиков было больше, но сейчас, видимо, потому что труда очень много надо вкладывать. Лошадь надо почистить, после тренировки помыть, попасти. А девчонки это больше любят делать. Почему ты решила заниматься конным спортом? У меня сосед занимался, я просто из-за интереса к лошадям. С детства я каждый день ходила на конюшню, любила лошадей. И я сразу сказала, что я буду заниматься этим спортом. Некоторые ребята уже превосходно катаются на лошадях, а кто-то только начал. Но все они, безусловно, обожают лошадей. Во-первых, у нас школа, в которой дети занимаются бесплатно. Единственная в России школа, где фоноспортивная школа, где дети занимаются бесплатно. Это самое, по-моему, для детей это самое главное. Ну и гордимся, конечно, своими спортсменами, которые выступают на международном уровне, не только на республиканском. А что любят лошади больше всего? Сахар овёс. Ну, они любят, когда... Ну, как люди, когда их любят. Как долго дети находят общий язык с лошадью? Ну, это зависит от характера. Лошади, конечно, тоже, потому что и с лошади очень-таки недоверчивые. Но с ними надо общий язык находить немножко подольше. А есть, которые очень любят детей, поэтому они быстренько находят общий язык с детьми. Лошадь быстро находит вообще с детьми общий язык. Намного быстрее, чем со взрослым человеком. А почему это происходит? Потому что у нас детки добрые. Искренняя любовь к животному, да, вот... Она, лошадь, она чувствует это интуитивно, что ты действительно, вот, по-детски искренне любишь это животное. Непритворно. И всё. К ним нельзя подходить задом, они все лошади умеют бить. Даже там стоят у нас два маленьких же ребёнка, они тоже умеют бить. Надо почувствовать лошадь, не бояться. И главное, делать все элементы правильно. А то она может понести на прыжках. Хорошие ощущения, ну, приятно бывает. То, что ты понимаешь, что это твоя лошадь, и ты можешь ему доверять. То есть ты можешь его не бояться, и так, ну, там удобно. Вот мы с вами и убедились, что есть такие прекрасные животные. Это лошади. И их вовсе не надо бояться, а их нужно любить. Вела репортаж и посетила конно-спортивную школу Амина Уадати. О лошадях можно говорить много. Это животные, люди, практически всё человечество. А сколько всего написано о них? Например, поэт Маяковский такое сочинил. Ты хочешь сказать о сложной стихотворной форме то удивительное, что рассказал поэт? И то, и другое. И ещё Дану Ревазову, которая в шесть лет читает стихи поэта Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», так как их не прочитает никто. Били копыта, пели будто, Гриб, грабь, гроб, груб, Ветром опито и льдом обутто Улица скользила. Лошадь на круг Крохнулась И сразу зазевака и зевака Штаны, пришедшие к Кузнецким, Клёшать, сгрудились Смех зазвенел и зазвякал Лошадь упала, упала лошадь Смеялся Кузнецкий Лишь один я Голос свой не вмешивал вой ему. Подошёл и вижу Глаза лошадины Улица опрокинулась Течёт по-своему Подошёл и вижу Сокаплища и каплища По морде катится Прячется в шерсти И какая-то общая Звериная тоска Плеща вылилась из меня И расплылась в шерсть. Лошадь, не надо Лошадь, слушайте! Чего вы думаете, что вы сих площадь? Деточка, всем немного лошади Каждый из нас по-своему лошадь Может быть, старая не нуждалась няньки А может быть, мысли ей казалось Моя пошла Только лошадь рванулась Встала на ноги, ржанула И пошла Хвостом помахивала Рыжий ребёнок Пришла весёлая Встала в стола И всё ей казалось Что она Жеребёнок И стоила жить И работать Стоила Да, это круто А ты заметил одно маленькое сходство между репортажами? Да, заметил, что их ведут наши корреспонденты И они все немного поэтические А ещё они спортивные Необычные, удивительные Летающие гимнасты И мчащиеся лошади А есть такой вид спорта Которым занимается большое количество детей? Да, есть Но не все становятся чемпионами мира Как я понимаю Наш следующий репортаж о спортсмене из большой буквы? Да, девочка Которая стала героиней следующего сюжета Чемпионка мира по треквандо Сегодня у меня первые съёмки Самые первые в жизни И я очень сильно волнуюсь Но точно знаю человека Который не испытывает волнения перед камерой Потому что в нашей программе Она появляется не впервые Она Хэквондистка Героиня моего репортажа И зовут её Амина Черчесова Почему твой выбор пал именно на тэквондо? Ты же девочка, это боевое искусство В этой школе открылась тэквондо Мама меня привела Я пошла на первую тренировку Мне понравилось Я осталась Амина является двукратной чемпионкой первенства России Серебряным призёром первенства мира в Корее Расскажи что-нибудь про чемпионат мира в Корее Ну, когда я отобралась туда, я была очень рада Мне было очень тяжело Я первый бой отрелась соперница из Индии Второй бой с Америки Третий бой с Казахстана И финальный бой был очень сложный против Иранки Я проиграла с минимальным счётом 14-12 У неё много наград на всероссийских соревнованиях Чёрный пояс Хэквондо Обладатель чёрного пояса Боец, достигший технику, культуру, мораль и этикет Хэквондо И ещё У неё есть цель Попасть на Олимпийские игры Как вы думаете, что помогает Амине достигать таких высоких результатов? Стремление То есть она Её упорство Помогает ей в этом Ну, ежедневной тренировке Утром, днём, вечером То есть у неё каждый день три тренировки в день Да Это ей помогает Ты тренируешься по нескольку часов в сутки А остаётся ли время на общение с друзьями? Ну, у меня мало времени Поэтому с друзьями я могу Пообщаться или погулять Только на выходных Помимо посещения спортивной секции Амина успевает выполнять домашние задания Она учится на отлично И хочет окончить школу на золотую медаль Почему Россия лидирует в этом виде спорта? Ну, в России очень большая конкуренция в определенном весе И очень... Иногда Россию сложнее выиграть, нежели Европу или мир Несмотря на то, что Амина уже имеет мировое имя Она, как и все мы Любит читать книги и смотреть кино И то самое время, когда она не на тренировках А в школе дома Она самая обычная девочка Вестиклассница Пообщалась с Аминой И узнала о ее новых достижениях Анна Гомоонова Жаль, что мы не нашли подходящего стихотворения О треквандо Но этот вид спорта Сама поэзия Особенно, когда им занимаются девочки Да и программа у нас получилась Связанная с девочками Авторы девочки Герои репортажей тоже девочки Да и оператор у нас девочка И ты вел программу с девочкой Спасибо тебе большое за сотрудничество Света Хатагова Пожалуйста, Тимур Хотов Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»